Все началось здесь. Дание районной администрации до сих пор оцеплено. Эксперты ищут не только следы преступления и вещественные доказательства, но и работают с документами. Основной, он же единственный подозреваемый, Амиран Георгадзе, крупный бизнесмен. Занимался строительством, владел магазинами и коммунальными компаниями в Красногорске. И потому тесно работал с властью. По нашим данным, Амиран Георгадзе, получавший ранее государственные заказы на строительство, в последнее время по каким-то причинам был лишен такой возможности. Но вот сам способ убийства, место и цинизм его совершения подтверждает, во-первых, тот факт, что подозреваемый тщательно готовился к нему. Перед ним были открыты практически любые двери. Кабинет заместителя главы города как раз из таких. По одной из версий, Георгадзе подошел к столу чиновника, достал оружие и потребовал вызвать начальника городских электросетей. Когда тот явился, убийца выпустил в мужчин в общей сложности 10 пуль. Оба погибли на месте. Сотрудники администрации рассказывают, скорее всего, целью Георгадзе был глава администрации, но его не было на месте. И погиб заместитель. В момент убийства в кабинете был еще один человек, личный водитель Георгадзе. Он уже сдался полиции и дает показания. Рассказал, что сразу после расстрела в администрации он повез шефа в коттеджный поселок, где тот расправился со своим деловым партнером и убил случайного прохожего. Избавился от свидетеля. Ехали вот на этом дорогом внедорожнике, который потом бросили. В ней обнаружено большое количество патронов различного калибра. Сейчас в ней работают эксперты. Она отвезена в ОВД и там проводятся с ней необходимые следственные оперативные мероприятия. Амиран Георгадзе объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение. Сразу после серии убийств он скрылся. Сейчас полицейские круглосуточно дежурят у домов, куда может наведаться убийца. В усиленном режиме охраняют других красногорских чиновников, с которыми у Амирана Георгадзе могут быть личные счеты.